Дорогие друзья, коллеги, Я хочу сказать о том, что Светлана Сергеевна, мы с ней знакомы были с далеких 70-х годов, и практически наша юность, наша молодость прошла вместе, рядом, и мы по сей день породнились даже семьями, друг друга поддерживали. И я хочу сказать, что за все эти годы, сколько я более 40 лет знаю Светочку, нашу любимую Светочку, ни одного момента в жизни не было, чтобы я могла на что-то обидеться на ее. Там, чем-то вот как-то она себя проявила плохо, этого никогда не было. Это действительно была душа, это... И насколько действительно благородных качеств не было, ну, невозможно перечить. И эрудированная, образованная, с ней можно было поговорить на любую тему. Даже, может быть, для кого-то будет секрет, она рисовала, у нее есть прекрасные свои рисунки. Она вот последние годы занималась английским языком. Да, она ходила на курсы английского языка. Да, вот выйдя на пенсию, она все еще продолжала как-то интеллектуально быть в такой среде. Она любила музеи, мы с ней как бы часто ходили на все выставки. Она интересовалась буквально всем, что касается искусства, культуры. Книги для нее были всегда, это, ну, наверное, главные элементы ее быта, то, что ее окружало. Она была в этом плане очень образована, знала литературу, знала поэтов. Она боготворила людей, которые занимаются спортом. Спорт для нее была, может быть, знаете, тоже какая-то неосуществленная мечта. И она знала о всех спортсменах. Она, вот когда были Олимпийские игры, вы сами знаете, мы активно болели за наших хоккеистов, за наших, там, значит, ну, любого вида спорта, она знала про них все. Что удивительно, вот, и для меня это тоже было какое-то открытие. И очень верный, очень достойный человек. И как бы нет, наверное, того, что вот, как бы, даже если она, как-то, вы понимаете, никогда ничего плохого о коллегах или о ком-то она не могла вообще сказать. Она могла просто, если видела в человеке какие-то качества, нехорошее, она просто с какой-то легкой иронией могла об этом сказать. Но не больше. Поэтому для училища это действительно светлое такое, светлое такое доброе, что как бы сразу при входе действительно в училище она сталкивалась с людьми как секретарь. Долгое время работала секретарем директора. И всегда как-то очень счастлива, хоть с душой всегда относилась ко всем людям и к тому, что она делала в этой жизни. Вот. Кто ее так близко знал, кто с ней долго работал, я хотела бы, чтобы вы тоже как-то немножечко об этом сказали. Я благодарна судьбе, что в моей жизни был такой и есть, и останется этот человек в моей душе. Вот. Так что более душевного, более такого человека, который для меня во всяком случае был пример и всегда какая-то духовная поддержка. Большое, Светочка, тебе спасибо, что ты рядом. И я, Светочка, тебе спасибо, что ты рядом.